МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд огласил приговор подсудимым по делу о кровавом убийстве в поселке Искра. В декабре 2013 года в своей квартире была убита 35-летняя женщина и две ее малолетние дочери. В ходе следствия выяснилось, что один из задержанных имеет непосредственное отношение еще к одному страшному преступлению. В 2005 году молодой человек забил до смерти молотком и ножом маму своей девушки. Суд приговорил первого молодого человека к пожизненному заключению. Именно на его счету четыре человеческие жизни, другого к 12 годам лишения свободы. На первоначальном этапе следствия Орлов признавался в убийстве женщины, но говорил, что детей убивал Акатошев. Давал он также много ложной информации, которая проверялась в ходе следствия. Затем Орлов изменил свою позицию и стал отрицать причастность к совершению преступления. При этом он утверждал, что вообще не был на месте преступления. Однако собранные по делу доказательства, в том числе множество проведенных сложных и высокотехнологичных экспертиз, позволили изобличить Орлова и Акатошева в совершении особо тяжких преступлений. На этой неделе заместитель председателя правительства Рязанской области Шукат Ахметов провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что в Рязани планируется отремонтировать около 30 участков различных улиц. И к первому сентября программа будет выполнена 99%. Наиболее критичным объектом ремонта, выделил он, является мост через реку Павловка на Московском шоссе. Ранее мост, находящийся в аварийном состоянии, был осмотрен специалистами, которые разработали эффективную технологию его ремонта. Такая технология позволяет существенно сэкономить средства, выделенные на проведение работ. При этом гарантия на них составляет 25 лет. О чем еще говорили представители власти, журналистами подробнее в следующем сюжете. Изначально законным о бюджете региона на ремонт городских улиц было выделено 345 миллионов рублей. Позже еще 50. Таким образом, в 2015 году в Рязани ремонтные работы будут выполнены почти на 30 участках различных улиц. Естественно, эти деньги распределены по тем объектам, по которым были наибольшее обращение со стороны граждан. Данная программа была рассмотрена на заседании администрации города Рязани. И утверждена в составе программы дорожного хозяйства города Рязани на текущий год. Порядок планируется привести улицы Зубковой, Солнечную, Советской армии, Черновицкую, Керамзавода, Прижелезнодорожную, Гоголя и ряд других. С их полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Рязани. Также Шаукат Ахметов отметил важность ремонта моста через реку Павловка. Приглашенные экспертные организации осмотрели его и предложили использовать технологию восстановления без разбора опорно-балочной системы. Таким образом, движение по Московскому шоссе не прекратится, хотя и будет ограничено. Завершить работу планируется к 1 сентября. Также Шаукат Ахметов остановился на поручении губернатора компенсировать рязанцам повышение тарифов на услуги ЖКХ в той части, где тарифы превысят максимум, установленный для региона. По словам Ахметова, если сумма фактических платежей за оказанные услуги в сфере ЖКХ превысит средний индекс платы граждан за коммунальные услуги, который составляет 8,9%, они будут иметь право на компенсацию. Если гражданин платил в июне определенную сумму денег за коммунальные платежи, с июля в связи с изменением тарифов платежи его вырастут, при этом рост выше 8,9%, все, что выше 8,9%, государство в лице правительства Рязанской области будет гражданам компенсировать. Компенсация будет носить заявительный характер. Любой гражданин Рязанской области, проживающий на территории Рязанской области, имеет право обратиться через МФЦ в органы социальной защиты с просьбой компенсировать или вернуть часть средств, которые он уплатил за коммунальные услуги. На пресс-конференции был поднят вопрос о реконструкции гидроузла «Кузьминск» в Рыбновском районе. Подрядчик очень дисциплинированный, четко выполняет график производства работ, так вот у него по графику производства работ первый пропуск судов через шлюзовое хозяйство намечен на 26 июня текущего года. Гидроузел «Кузьминск» – один из главных объектов на Оке. Его ввод в строй с нетерпением ждут все регионы, по которым проходит эта река. В России вступили в силу новые правила эвакуации автомобилей. За несколько последних месяцев прокатилась череда истории с участием так называемых паркменов. Так стали называть тех автовладельцев, которые препятствовали эвакуации своих авто. И неспроста автолюбители против эвакуации. Каждому водителю, которому выпало осуществить процедуру возврата своего железного коня, знают, с какими трудностями приходится сталкиваться помимо немаленькой суммы штрафа. В Рязани штрафстоянка, на которой эвакуаторы отвозят с неправильных парковок машины, находится в микрорайоне Конищева. Мытарства автовладельцев начинаются именно с этой точки. После получения документов о нарушении необходимо поехать в отдельный батальон ДПС, который располагается в поселке Соколовка. Здесь выдают разрешение, с которым наконец-то можно обращаться на штрафстоянку, чтобы вернуть автомобиль. Таким образом, путешествие ради возврата авто из одного конца города в другой и обратно может занять целый день. Новые правила дадут автомобилистам больше шансов избежать эвакуации и отделаться только штрафом. С сегодняшнего дня без таблички «Работает эвакуатор спецтехнику» увозить неправильно припаркованное авто уже не сможет. Автомобилисты имеют право забрать свою машину в любой момент, пока погрузчик не тронулся с места. Кроме того, водитель эвакуатора не может уехать, пока у него нет копии протокола, на составление которого потребуется 5-10 минут. Одним из важнейших изменений стало то, что даже без прав, если случайно вы забыли их дома, вам грозит только штраф 500 рублей. Но это при условии, что инспектор обнаружит ваше имя в базе. Кстати, у самих граждан теперь появляется возможность наказать инспекторов, нарушающих правила. Прокуратура по жалобе может возбудить дело по статье, предусматривающей штраф 20 тысяч рублей для должностного лица. И еще в любом случае готовьте кошельки, ведь независимо от того, эвакуировали машину или нет, припарковали вы ее неправильно, а значит придется заплатить штраф. А теперь к новостям экономики. За пять месяцев текущего года в Рязани новых легковых автомобилей продали на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит агентство «Автостат». Всего в Рязани к июню продано более 4,5 тысяч новых авто. По объему рынка город занял 23 место в стране. В Рязанской области продолжают зарабатывать на фитнесе. Рост платных услуг в этом году в сфере спорта составил 26% в сравнении с этим же периодом в 2014. Подготовка к пляжному сезону, видимо, дает свои результаты. В остальном же рынок услуг в Рязанской области сократился почти на 9%. Больше всех просел рынок ветеринарных услуг, а также гостиничные и рестораны бизнесы. И все же большинство рязанских предприятий работают с прибылью. По данным Рязанстата, за январь-апрель текущего года сальдированный финансовый результат организации Рязанской области составил 9,5 миллиарда рублей, что почти на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Наивысший результат показало производство электрооборудования электронного и оптического. На Рязанщине растет производство мяса и куриных яиц. По информации областного минцельхоза, за пять месяцев текущего года произведено более 30 тысяч тонн мяса всех видов скота и птицы, что на 9,3% больше прошлого года. Наиболее интенсивно наращивают производство свиноводческие предприятия Рязанской области. В Рязанском регионе сильно подешевела капуста и немного подорожала морковь. За прошедшую неделю, по данным Рязанстата, в регионе отмечается снижение цен на такие социально значимые продукты питания, как капуста белокочанная, лук, соль, куры, яблоки и картофель. По ряду позиций цены не изменились. Вместе с тем наблюдается незначительное повышение цен на морковь. На этой неделе стихийное наводнение вынудило грузинских смельчаков отлавливать сбежавших из зоопарка животных. На свободе оказались 6 тигров, 6 львов, 7 медведей и 13 волков. От Тбилиси до Рязани тысяч километров, но каким-то образом хищник оказался и в нашем городе. Видеокадры, на которых запечатлен детеныш хищной рептилии, опубликовал на своей странице пользователи одной из социальных сетей. Конечно же, вероятность грузинского происхождения крокодила нулевая, но тем не менее работники крокодиловой фермы, которая работала на парковке у торгового центра «Премьер», отрицали вероятность, что крокодил сбежал оттуда. И был ли крокодил вообще, и если был, тогда где его хозяин, до сих пор остается неизвестно. Дело расследовала Марина Комиссарова. Видеоролик о крокодиле, которого обнаружил Рязанец на берегу реки, прямо в черте города, стал самой обсуждаемой новостью минувших выходных. Предположения в социальных сетях выдвигались самые разные. Кто-то говорил о том, что фотографии не настоящие, кто-то оставлял испуганные комментарии, будто на Павловку больше не ногой. Но основным стало предположение о том, что крокодил сбежал с выставки хищных рептилий «Крокодиловая ферма», которая недавно открылась в непосредственной близости от Павловки, на стоянке возле торгового центра «Премьер». Наша съемочная группа отправилась на крокодиловую ферму, чтобы прояснить ситуацию. К счастью или к сожалению, не знаю, крокодил не наш. Наши крокодилы все как бы на месте. Вы сами могли наблюдать, в каких условиях они содержатся. Летать они не умеют, поэтому из вольеров выбраться нереально. Даже сегодня специально пересчитывали, чтобы развеять все сомнения по поводу «наш или не наш». С уверенностью могу сказать, что крокодил не наш. Каждый из питомцев находится в вольере. Условия содержания максимально приближены к естественным. За животными следит профессиональная команда. Все питомцы на месте и вряд ли могли бы сбежать отсюда. Так что откуда крокодил появился на Павловке, останется загадкой. Но специалисты утверждают, в климате средней полосы хищник не выживет. Максимум дотянет до середины осени. Ну, в общем-то, вечером хотелось бы выйти посмотреть хотя бы. Интересно самим, что за крокодил и чей. И если найдем, готовы забрать его к себе на попечительство. Будем надеяться, что сотрудникам фермы удастся найти крокодила и спасти его от верной смерти зимой. В большинстве российских вузов 19 июня стартует приемная кампания. Абитуриенты начинают подавать документы. Вчерашние 11-классники могут предоставить портфолио с победами на Олимпиадах, в творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях. Также некоторые институты будут учитывать наличие золотой медали, успехи при сдаче норм ГТО и результаты итогового сочинения, которые после введения единого госэкзамена писали впервые. Абитуриенты этого года по-прежнему до 24 июля могут подавать документы в 5 вузов и на 3 направления в каждом из них. Всего 15 вариантов. Однако изменения есть. Они коснулись процедуры организации приема. 27 июля вузы обязаны опубликовать списки поступающих. Самыми первыми 30 июля зачисляются абитуриенты, поступающие по квоте, по целевому приему и победители Олимпиад. Второй приказ о зачислении, причем только на 80% бюджетных мест, появляется 4 августа. После этого начинается второй этап. На оставшуюся часть мест оригинальных документов принимаются по 6 августа включительно. На следующий день на сайтах вузов появляется долгожданный приказ. Для многих лето ассоциируется с загородными поездками и отдыхом на природе. Но смог, дым и катастрофу лета 2010 года большинство рязанцев будут помнить еще долго. И в то время, когда обычные горожане в преддверии отпуска проверяют наличие мангала и панамки, сотрудники пожарных служб обходят громоздкую технику, убеждаются в надежности системы ГЛОНАСС, скайпы, рации, на случай, если люди снова забудут, как обращаться со спичками. За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано два лесных пожара. Насколько изменились условия обнаружения и ликвидации огня, а также можно ли быть уверенным в том, что катастрофа 2010 года не повторится вновь, нам рассказал начальник государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес» Сергей Абрамов. С 2011 по 2013 год в «Пожлес» было поставлено порядка 70-80 единиц техники новой. Это и автомобильные цистерны, и трактора колесные, гусеничные, и патрульные автомобили. Значит, установлено, как я уже сказал, 25 камер видеонаблюдения тоже после того года. Проведен анализ, и он проводится каждый год в течение пожароопасного сезона и по его завершению, то есть по перегруппировке сил и средств, по выполнению превентивных мероприятий. Камера реагирует на любые задымления, как в населенном пункте, так и в полях, так и в лесах. В этом году, помимо лесных пожаров, 25 камер видеонаблюдения, которые работают, они более 100 случаев дали возгорание палов сухой травы, о чем было передано в ЕДДС, в МЧС, что позволило им выполнить свою работу. После дождей угроза пожара невысокая. Но и сегодня, даже в такую погоду, сотрудникам «Пожлеса» не расслабиться. Необходимо подготовить и привести технику в порядок. Ведь в арсенале 150 машин. Александр работает в лесном хозяйстве уже 20 лет. Сначала следил за ним, а теперь защищает его от огня. Многолетняя практика показала Александру, что главной причиной лесных пожаров является человек. Основной фактор человеческий, как говорят все и везде, 99,9% человеческий фактор. Бросают непотушенные костры, окурки, разводят мангалы в неположенных местах, там, где это запрещено. Вот отсюда возникают лесные пожары. В этом году для усиления контроля за пожароопасной обстановкой в лесах региона «Пожлес» дополнительно разместил 10 отдельных постов, которые позволят сократить время реагирования и прибытия на лесной пожар. В состав отдельных постов входит пожарная машина и два сотрудника. 19 филиалов «Пожлеса» распределены по всей области. Их деятельность координирует пункт управления. Система регистрации, камеры видеонаблюдения вычисляют огонь, подают сигнал, диспетчеры координируют ближайших к возгоранию пожарных. Это пожарно-химические станции, расположенные на территории Рязанской области. Значит, система мониторинга в себя также включает 22 пожаронаблюдательные вышки, с которых в пожароопасный период ведется наблюдение наблюдателями, у которых в арсенале есть и средства наблюдения, и средства связи. Значит, 25 камер видеонаблюдения, они обозначены и подсвечены здесь вот таким синим цветом. Это камеры видеонаблюдения, которые расположены на мачтах сотовой связи. Значит, примерная высота их от 40 до 70 метров выше, то есть радиус действия их от 15 до 20 километров, в зависимости от условия погоды. В пункте управления постоянно проходят учебные тренировки, разыгрывая со сценарий, и все филиалы по области работают в режиме реального огня, тем самым совершенствуя скорость и отлаженность действия. Сергей говорит, что такие тренировки необходимы в обязательном порядке, потому что при настоящем пожаре на счету каждая минута. И очень обидно, когда профессионализм сотрудников, количество техники, современная оснащенность бессильна против одной безалаберно зажженной спички или непотушенной сигареты. Вновь и вновь борцы с огнем не устают повторять. Жизнь леса в руках человека. И кто станет лесу другом, а кто смертельным врагом, решить нужно каждому самостоятельно. Это может показаться странным для российской пенитенциарной системы. Но однажды вечером в 2006 году на крыше венской тюрьмы Йозерштафт охранники узрели фигуру. Решили, что это беглец. Но когда альпиниста поймали, то выяснилось, что он возвращается обратно. 23-летний бездельник провел в этой тюрьме два года за кражи и, выйдя на волю, решил вернуться в родные стены. Мотив. Здесь хорошо кормят, можно играть в настольный теннис и смотреть телевизор больше, чем разрешает его мама. По сравнению с российскими тюрьмами, австрийские можно сравнить с санаториями. Но, тем не менее, в настольный теннис играют и здесь. Хотя настольный теннис вид спорта непривередливый и больших пространств не требует, турнир среди исправительных колоний Рязанской области должен был состояться под открытым небом. Но погода внесла свои коррективы. В помещении клуба ИК номер два встретились шестеро спортсменов. Каждый из них перед этим решающим соревнованием уже стал лучшим, выиграв внутренний турнир в своем исправительном учреждении. Спортивные соревнования проводятся во всех учреждениях Рязанской области согласно плану культурно-массовых и спортивных мероприятий. В данном случае такие планы предусмотрены воспитательным процессом, отделом по воспитательной работе УСИН России по Рязанской области. Соответственно, первоначально проходят отборочные туры на базе колоний по отрядам, по центрам исправления осужденных. Ну, здесь я выиграл по колонии первое место. Сейчас между колониями будем соревноваться. То есть именно потому, что вы выиграли, вы получили право представлять свою колонию. Более за вас кто-нибудь придет? Сейчас приду. Сейчас с работы вернутся и придут. Кроме специфики места проведения, турнир ничем не отличается от стандартных спортивных соревнований. Значит, соревнования проводятся не первый раз. Мне уже приходилось однажды судить здесь соревнования. В нынешних соревнованиях участвуют победители внутренних соревнований каждой колонии. То есть от каждой колонии один участник. И они определяют победителя в Рязанской области среди исправительных колоний. Сами соревнования практически ничем не отличаются от любых других соревнований. Правила соревнований одни и те же. По словам Николая Зотова, около 80% осужденных занимаются спортом. А в колониях, в свою очередь, создают все необходимые для этого условия. У нас есть свой спортгородок. Наличие спортивной базы, спортинвентарь, соответственно. Для проведения футбола, хоккей у нас есть спортплощадка. В зимнее время она, соответственно, заливается. Для проведения хоккея. Ну а летом, соответственно, естественно, футбол. Да, я занимаюсь на спортной городке. Занимаюсь постоянно жалеться. Был дебилотинг. В настоящее время у нас проходит просто эксперимент. На базе УФСИ на России по Рязанской области по созданию проекта Центра исправления осужденных. Первоначально, соответственно, создается внутренняя команда по Центрам исправления осужденных среди участников. По осужденным, соответственно. Выявляются наиболее сильнейшие подготовленные осужденные. В данном случае по анастольному теннису. И выявляются в ходе проведения турнира по конкретному исправительному учреждению лучшие. Исправительные центры для осужденных – нововведения, которые позволяют четко структурировать систему общения с осужденными. В каждом таком центре есть социальный работник, психолог, организатор спортивных мероприятий и другие специалисты. Внутри, например, исправительной колонии номер 2, где сегодня состоялся турнир, таких центров пять. Автомобиль – это повышенный источник опасности. С этих слов начинается курс обучения в автошколах. Но, видимо, говорят об этом все же недостаточно много. Каждый день сотрудники госавтоинспекции выдают новые печальные сводки об авариях, жертвах, сбитых пешеходах. Об ответственности всех участников дорожного движения в следующем сюжете Дарьи Смирновой. 18 июня в 17.35 в Спасском районе на 256-м километре дороги федерального значения Москва-Челябинск 24-летний водитель, житель республики Мордовия, управляя автомобилем ВАЗ-2106, выхал на полосу встречного движения, где совершил столкновение встречным грузовиком «Фольво» под управлением 51-летнего жителя Московской области. Затем произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лада Калина» под управлением 24-летнего жителя города Рязани. В результате ДТП водитель «Жигулей» 6-й модели скончался на месте. Двое пассажиров, мужчина и женщина, граждане Молдовии, с травами доставлены в Шиловскую больницу. Личный автомобиль все чаще становится причиной трагедии во время отдыха на природе. Так автомобилист наехал на спящую в траве 6-летнюю девочку. Сотрудники полиции выяснили, что компания с детьми отдыхала в лесу недалеко от поселка Александр Невский. Мужчина, возвращаясь из магазина, не заметил спящего ребенка. В результате происшествия девочка попала в реанимацию. Другой случай произошел в Спасском районе. Я начала торможение, притормозила, включила левый поворотник, чтобы повернуть налево, так как мы ехали за грибами. Соответственно, и дальше я не успела ничего понять. И как вот у меня был толчок. И единственное, что я увидела это в зеркало, в зеркало, в левое зеркало, что просто колоба дыма. По данным ГИБДД, автомобиль Hyundai Solaris в результате столкновения с этой машиной слетел в кювет. Двое сидевших на заднем сиденье детей получили травмы и были доставлены в больницу. Однако путешествие не на автомобиле, а на общественном транспорте тоже может обернуться бедой. Ехал со стороны новоселок, впереди Lexus ехал. Но он остановился, пешеход в неположном месте переходил. Как бы он остановился, а я не успел остановиться. Я на тормоз нажал, и меня машина повело. Хотел уйти от удара? Хотел уйти от удара, и получилось, ушел в остановку. В результате наезда на остановку в селе Дядьково Рязанской области пострадало три человека, в том числе и пятилетний ребенок. Самое крупное ДТП на этой неделе с участием сразу четырех транспортных средств произошло в Михайловском районе. Автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора. 39-летний водитель, управляя грузовым фулконом Hyundai, не выбрал безопасный режим скорости, не успел остановиться, в результате чего совершил наезд на остановившийся грузовой автомобиль «Газель» из Волгоградской области. От удара «Газель» совершила наезд на впереди стоящий автомобиль ВАЗ-2111 и автомобиль «Фольксваген Гольф». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автофургона от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Водителю «Фольксвагена» медицинская помощь была оказана на месте происшествия. В конце каждой новостной программы мы напоминаем веб-сайт, телефоны и адрес нашей телекомпании, чтобы иметь постоянную обратную связь со зрителями. Одно из последних писем было о доме сестер Хвощинских. Оно не имеет отношения к событиям или новостям, но тем не менее мы посчитали необходимым разъяснить и напомнить, что границы между памятниками культуры и свалкой мусора все же должны существовать. Тема на самом деле поднималась неоднократно. Дом Хвощинских при наличии охранного статуса доведен до состояния руин. Когда-то энтузиасты и провинциальные интеллигенты мечтали, что, может быть, здесь откроют литературный клуб или мемориальный музей. Но, увы... Женщин, кто пишет прозы, в Европе уже появилась эпоха Водица Наполеона. В России этого просто не было. И первой русской писательницей, прозаиком, была Надежда Хвощинская. Причем первое свое произведение она писала под мужским псевдонимом. Иначе их просто не читали бы. Фото баннера, прикрывающего разрушенный памятник архитектуры, еще в 2013 году разместили в социальной сети ВКонтакте в группе «Типичная Рязань». Если помните, тогда в регионе ждали президента Российской Федерации Владимира Путина. Наши краеведы еще в 80-х нашли этот дом. Даже часть бумаг остались случайно. Могла ли знать Надежда Хвощинская, что главная тема ее произведений – жизненный конфликт мыслящей провинциальной молодежи с миром собственничества и корысти – красной нитью пройдет через историю их дома. Там, где когда-то с удовольствием гостили вице-губернатор Салтыков Щедрин, знаменитый географ Семенов Тяньшанский, известный славянофил Иван Аксаков и общественный деятель-реформатор Кошелев – теперь обыкновенная помойка. Помнит ли хоть кто-нибудь, что в начале 20-го века в этом доме был открыт первый в России рентгенологический кабинет? Я с удовольствием лично сохранил бы центральную часть. Деревянные дома, резьба уникальная. Съесть о жизни многих достойных людей, многих поколений. Но просто как все сохранить? Кто будет хозяином? Один из героев рассказа Надежды Хвощинской очень пророчески сетует на утрату былых идеалов. Цитата. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Счастливых вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова